здравствуйте друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей в этом выпуске мы поговорим на тему которая часто просит мои подписчики по каким признакам можно понять что ты в принципе можешь работать инженером или ты уже выбрал эту профессию учишься и сомневаешься все-таки были ли все какие-то предрасположенность до к этой профессии или нет правильно ли ты выбрал это направление сегодняшнее видео мы обсудим эти пять признаков которые в принципе говорят о том что ты правильно выбрал профессию или ты собираешься только выбрать профессии они у тебя есть значит нужно действовать поэтому пальцы вверх не переключаемся смотрим до конца начинаем и так по каким же признакам можно определить что ты потенциально можешь быть инженером что у тебя в крови течет технарьская кровь до которая в принципе сейчас уже применяется во всех областях не только в технических везде инженеры инженеры программисты инженеры электроники инженеры экономисты даже есть такие люди до инженеры технологи конструктора и много-много-много металлурги химики и так далее везде инженерная мысль и так первое что в принципе тебя должно отличать до от всех людей которые существуют на этой планете это инженерная деятельность что такое инженерная деятельность явно вы за собой замечали в детстве да что всем интересно было одним играться с куклами другим гонять мячик по двору третьим лазить где-то по деревьям а вам было интересно что же в машинке которую вам подарили родители внутри как работает двигатель вы пытались все это разобрать посмотреть вам было интересно как скреплены какие-то части как склеены чем склеены вы увлекались каким-то моделированием и так далее то естественно это инженерная деятельность и значит у вас есть тяга к этой так сказать теме и это первый признак того что вы в принципе уже можете попробовать себя в роли инженера второе это лень и стремление к идеалу идеализации перфекционизму даю такое все что вы хотите идеализировать лень почему же лень в принципе является двигателем прогресса но представьте раньше был телевизор до нужно было переключать ставить каналы да кто-то переключал плоскогубцами кто помнит еще эти времена а вообще до каналы интереснее переключать пультом лежа на диване и кто это придумал естественно это придумал инженер да все какие-то при при бомбасы которые делают нашу жизнь легче которые нам позволяют выполнять какие-то более более такие тяжелые задачи более просто это все делают инженеры поэтому если у вас есть здоровая такая тема полениться да и вы хотите всегда что-то сделать лучше вот что-то вам не нравится и вы хотите это переделать под себя и смотрите даже в интернете ищите какие-то выходы как это сделать то это второй признак что вы принципе мышь мыслите как инженер 3 3 это находчивость так у каждый специалист каждый технарь каждый вообще инженер он достаточно находчивый да он не обязательно должен действовать как все если кто-то говорит что это нельзя сделать инженер говорит я попробую потому что многие великие люди которые принесли в наш мир большинство изобретений слышали свой адрес что у вас я ничего не получится не занимайся ты этой ерундой но они делали они ошибались 500 тысячу раз но в итоге приходили к своему результату это было и стремление и находчивость то есть они искали решение там где другие уже перестали что-то делать из согласились с тем что это в принципе невозможно 4 это широкий кругозор и саморазвитие постоянное саморазвитие это почему очень полезно во первых читайте советую читать и много книжек не только технических любых книг конечно лучше книги которые более связаны с какой-то техникой если вы работаете именно в машиностроении технари он до какие-то новые технологии постоянно в мире что-то меняется выходят новые материалы что-то меняется это нужно в тренде быть всегда держать руку на пульсе к сожалению нельзя сказать что ты вот выучился да и ты супер специалисты все знаешь и поэтому тебе уже больше ничего не нужно постоянное саморазвитие а широкий кругозор это то что если тебе допустим ты работаешь инженером программистом дату тебе интересно как устроена какая-то техническая часть технарю интересно как пишутся программы да то есть если ты работаешь чисто по металлообработке да почему бы тебе не научиться проектировать конкретные детали сборочные узлы почему тебе не посмотреть да как устроена термообработка какие режимы применяются при нагреве охлаждение детали закатовительное производство это вроде бы не связано с твоей работой но в принципе если ты это будешь делать ты будешь расширять свой кругозор расширять так сказать свои познания и становиться настоящим инженером и если у тебя есть вот это желание то это уже четвертый признак что ты в принципе готов работать инженером и можешь добиться хороших результатов 5 здоровое стремление к экономии да то есть каждый инженер не говорит о том что он скряга что он какой-то жадный да что он жалеет денег нет просто каждый настоящий инженер нацелен на написание к примеру технологии для разработки конструкции деталей с наименьшими затратами потому что если ты мы работаем на результат если мы команда естественно мы должны производить детали с наименьшими затратами либо брать какие-то аналогичные детали и делать лучше чем делают наши конкуренты и это пятый признак который в принципе тебя отличает от обычного человека и показывает то что ты не только специалист какого-то технического склада ума но и вполне можешь стать успешным инженером в будущем если не будешь зацикливаться на одном направлении и охватывать максимальное количество знаний на этом все друзья пальцы вверх подписывайтесь на канал ставьте лайкос и делитесь друзьями я думаю будет тоже интересно посмотреть пока пока